Я занимаюсь пластелиновой анимацией почти 40 лет. Основным для детей. И, во время работы на моем анимации, я пытался разработать очень быстрый и простой способ создавать персонажей. И быстрый способ создавать персонажей пластелиновой. Потому что вы хорошо знаете, что создать одну минуту анимации, если это пластелиновая анимация или другая анимация, это требует 1500 разных мультфильмов. И это я не могу сделать короткий. Поэтому я пытаюсь найти короткий и красивый способ создавать персонажей. И таким способом я с вами поделюсь. Прежде чем мы начнем с вами создавать определенный персонаж, я поделюсь с вами самым главным, простым секретом. Я думаю, что все персонажи, если это просто, или просто, или более сложные, они созданы только из трех или четырех простых форм. Болы, шарик, колбаска, и блинчик. И первый персонаж, который мы сделаем, сделан из многих маленьких коротков, белых коротков. Конечно, в разных размерах и цветах. Конечно, будем использовать формы разных размеров и разных цветов. So, now we are ready. So, the first character we will make is a penguin, a purple penguin. Первый персонаж, которого мы создадим, это фиолетовый пингвин. So, please take the purple plastilino bar, возьмите, пожалуйста, фиолетовый пластилин, cut it to two non-equal pieces, и разделите его на две неодинаковые части. One quarter and three quarters. Четвертинка и три четверти. More or less. And put the little piece aside. Now, I know that you know it, but nevertheless, I'll tell you the best way to make the plastilino soft. And it's very good to warm up and for the muscles. I roll it, I press strong and roll it fast. Till it becomes long and I fold it. roll it and fold. Roll and fold, but stronger and faster. When you start feeling warm in your body, that means that it starts to get ready. And when you feel that the plastilino is soft enough, roll it to a purple ball. Roll it to a purple ball. And then, when you have this ball, put it between your hands in this way and roll it like pressing harder in the lower part of the palm. Now, take this ball. Now, take this ball. Take this ball. On the top one. Now, sometimes you move around to the next ball. The ball to the water. But the ball to the middle. Hold it. Until the ball becomes a little fat purple carrot with round a end. And you can put it in the middle. Until it becomes a little fat purple carrot with a round end. Это, по сути, получилось тело нашего пингвина. И потом я его положу на ладошку, и с широким частью этого маленького ладони я нажимаю легче. И вот таким образом другой ладонью, отличаясь, чем я показываю, прижимаю и расплющиваюсь вот так. И два принципа. Два принципа. Первая. Есть два принципа. Первая. Как можно меньше трогать эту фигурку. И как можно много, как можно, с широким частью ладони, а не кончики пальцев. Чтобы оставить как можно меньше отпечатков. Теперь откладываю тело пингвина на время и беру белый пластилин и раскатываю маленький белый шарик и превращаю его в маленькую белую морковь. Смотрите, как я ладошку использую, кладу его на эту часть ладони и с этой ладошкой я креплю его жестко, так как он выглядит в форме белого белого молока. Я ладошку таким образом прижимаю, чтобы получилась белая капелька молока. Теперь я осторожно беру руки, чтобы форму не испортить. Я беру тело пингвина, чтобы оно смотрело вверх, прикладываю капельку наверх. И опять, не с боком моего пальца, но с этой частью я их вместе, так как. И вот так вот, не кончиками пальцев, а именно ладошкой, плоской части ладошки прижимаю одну часть к другой. Затем откладываю и беру ярко красный пластилин. Обычно то, что в книге, как я говорю, это не столько инструкция, а больше как советы. Если у вас желание использовать другой цвет или что-то немного по-другому сделать, пожалуйста. Теперь для клювика я предлагаю использовать красный цвет, скатываю в такой маленький кружок, which I make also to little red carrots, which becomes the beak of our penguin. I put it a bit above the white spot. Then I take again the white plastilina, and now I use the tip of my nail to scratch really tiny white piece of plastilina, and roll it to a little tiny white ball, which is the eye, and stick it above the beak. скатываю его затем в маленький такой шарик, получается гладик, и прикрепляю его над клювом. And I'm doing the same too with the other eye. И проделываю то же самое для второго глазика. Sorry. Okay. No, no, it's not the end. We are in the middle. And then for the eye pupils I take the black plastilina. And again use the tip of my nail to scratch even smaller, tiny piece of black plastilina. And again use the tip of my nail to scratch even smaller, tiny piece of black plastilina. I roll it to really tiny black ball and stick it in the center of each eye. I really need my glasses now. That's okay. And do the same with the other eye. Really tiny tiny little black ball. And stick it on the other eye. Now I want to make the wings. I take the purple left of the plastilina. And roll two little balls in the pea-sized balls. And I always try to show it compared to the body of the penguin. And I make, of course, both, two equal balls. And again out of each one of them I prepare a little purple carrot. Like that. Try that both of them will be as equal as possible. And again I use this part of my palm but this time I press it lightly. with these two carrots. And now she's turning into the beginning of mine. And now I hold the penguin in one hand and the wing one of the wings in the other. And join the wing to the back of the penguin pointing down. And now the last part of the penguin will be its legs. I roll two small orange balls. And roll each one of them to a little hot dog. Press it to a little pancake. And stick it under the body of the penguin. And actually my penguin is ready. And now I want to show you how it appeared in the book The Secrets of Pластилина. It's exactly exactly what we did. It's the balls that transform themselves into the final form. And join together to the final penguin. And everything is a real one by one size. And on the next page there is a whole scene with black and white penguins that are really amazed by our cartoon penguin. And always there are some more secrets for some more animals or objects. So now to the next character. Take the light green plastilin. Take a quarter of feet and put aside. Take it. And work. I mean roll and fold. Roll and fold. Roll and fold. No. Take it. There. Very good. And when it is soft enough, again, as usual, make out of it a light green ball. And when the ball is ready, roll it into a little green hot dog. And then put it on your palm. And press it lightly. And slightly. Now keep it yet in your palm and prepare this working tool. loеров. And then back. And out, hold your hand. гриф Publishers and lift the finger as a part of the belly of the frog. And lean out, don't bend your hands and lift it that way. And bring your hands hard against your feet. Maybe do big. Нажмите вот так вот пальцем, мизинчиком на тело лягушки, чтобы получилось углубление глубоко. And hold his cheeks and take gently your finger out of his mouth. Now we want to close his mouth, but first of all we will put a tongue inside. Now, so take the light red plastilina and roll a ball, a red ball of plastilina. Roll it to a little hot dog, a red hot dog, and press it into a little pancake. And now hold the frog in his sides and come from behind with your finger and fold his mouth like that. And if you press right, he will smile to you. Okay? So, again, I do it the same again, I put him and fold him and he's smiling. Now, take the yellow plastilina for his eyes and roll two equal plastilina balls, yellow balls, and put it on top of the head. And try that they'll win equal size. Although it's absolutely possible that he will have one little eye and one big eye. But it's possible that one will be small and the other will be small. Very good. Very good. And now, for the eyelashes, take the dark blue plastilina. And prepare a bit smaller balls, dark blue balls for the eyelashes. And roll it to little hot dogs. And take the dark blue balls. Then press it to little pancakes, blue pancakes. And cover each eye from above with the blue pancakes. Сверху каждого глаза поместите вот эти два блинчика. И, как в пингвине, мы сделаем ему зрачки из черного пластилина. Отщипните два маленьких кусочка, совсем маленьких кончиков ногтя. И поместите эти кругляшки в центр каждого глаза. Очень хорошо. Теперь на некоторое время положите в сторону. Я поменялся лягушками с этим ребенком, и он имеет много больше характера, чем у меня. У него характер есть, у этого лягушонка. И теперь, для ноги, возьмите темно-зеленый пластилин. Теперь чтобы сделать ноги, берете темно-зеленый пластилин и и additions cut down two balls row. Для этого цвета больше. Или для того, чтобы сделать ноги. Постарайтесь, чтобы одного размера получились шарики, чтобы он не наклонялся на одну сторону из-за того, что ноги разные. Раскатайте их две длинные сосиски. И теперь я хочу, чтобы вы посмотрели, как я соединяю эти детальки. В одной руке держу лягушку, в другой держу руку. И присоединяю эту руку или ногу так, чтобы нога смотрела вверх. Потом сгибаю, чтобы она вниз смотрела. И второй раз, чтобы она направо смотрела. То же самое делаю с другой ногой. Сначала я приставляю, чтобы она смотрела вверх. Сгибаю сначала вниз. И еще раз гибаю в другом месте, чтобы она смотрела в другую сторону. Теперь на несколько секунд ее обставляю. Беру опять темно-зеленый пластилин и скатываю два шарика поменьше, чем были шарики для ног. Поменьше, чем те, что мы сделали для ноги. Очень хорошо. Да. У нас есть время, и мы можем делать это медленно. Мы не должны прыгать. Можно медленнее делать, не обязательно торопиться. И потом я делаю два шарики. И два шарики. И два шарики. Смотрите, они выглядят немного выше. Так, чтобы подлиннее они получились примерно, как тело лягушки или чуть подлиннее. Я прикрепляю их к спине лягушки, чтобы рука смотрела в сторону. И я прикрепляю отверстия, как раз. И я прикрепляю отверстия. И я прикрепляю с кончиками обе руки, чтобы получились ладошки. И теперь можно, например, ее согнуть так, чтобы сказать привет. И с другой стороны, я согнулся так, чтобы она встала на коленку. И выглядит более-менее вот так. Это совместное творчество с этим замечательным мальчиком. У нас получилась лягушка. И, конечно же, когда вы посмотрите на секреты пластилина, вы увидите, что это точно так, как мы сделали здесь. Если посмотреть книгу «Секреты пластилина», здесь есть та же самая инструкция, то же самое, что мы сделали, шарики. И на следующей странице изображено собрание лягушек на пруду. И потрясающая еда, много разных инсекций. И насекомые различные.